Я хочу, чтобы все присутствующие понимали, что я не собираюсь заслушивать доклады и разбираться в каких-то неурядицах вступительных экзаменов, особенно по тем жалобам, которые были после сдачи централизованного экзамена. Правильно я сказал? Тут и централизованное тестирование, и централизованные экзамены, слушайте, нахомутали, дальше некуда. Вопрос не в этом, хотя об этом мы тоже поговорим, это первый опыт наш, но меня больше интересует, как будем жить дальше. Эту проблему мы разрешили, я так понимаю, разрешили. Люди понимают, как мы там баллы эти считаем, переводим, не переводим, сделали систему более понятным. Но меня волнует сегодня, и я понял, что вы не совсем поняли меня, придя на это совещание. Вы думали, что я тут буду сейчас разборками заниматься наших централизованных экзаменов в этом году. Не в этом вопрос. Это важно, мы об этом еще раз поговорим. Важно то, как мы будем дальше осуществлять набор вузы нашей молодежи. Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья, нет образования, нет человека. Поэтому это основа моих переживаний по здравоохранению и образованию. Вроде бы мы разобрались со здравоохранением, поставлены конкретные задачи и сроки. До 1 января здравоохранение должно прийти в чувство. Пока я не вижу, что там на полную мощь развернулись и исполняются эти вопросы. Но я хочу, Игорь Викторович, прежде всего вас и премьера предупредить. Смотрите, чтобы мне было больно. Я вам советую начать выполнять мои поручения по здравоохранению. И готовьтесь к разборкам по системе образования. И вопрос поступления в вузы наших детей – это первостепенный вопрос будет к системе образования. Это будет самый главный вопрос. Вы знаете, мной были даны поручения главе администрации досконально разобраться в оценке результатов этого тестирования. Проверка показала – технического сбоя там не было. Система подсчета баллов, которая применялась на централизованном тестировании с 2019 года, сработала правильно. И я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди вас не понимают. Ни будущие студенты, абитуриенты, ни родители, ни другие люди вас не понимают. Что вы там нахомутали, что вы там попридумывали. Но неужели нельзя было создать четкую, понятную, простую систему? Другой посмотрели родителя – понятно, 10 баллов. Другой посмотрел – 8 баллов и так далее. Я не говорю, что это неправильная была система, но слишком заумная. Вы ее создали сами для себя. И потом, как мне докладывали уже, у вас были разбежки, нестыковки между репетиционным тестированием и этим тестированием. Люди же запоставили и видят, что парень или девушка, получившая больше баллов, оказалась в худшем положении или как там было. То есть нужна была обычная, нормальная, четкая система. Но на будущее, хочу вас предупредить, будет вопрос в этом плане, когда будем разбираться, зачем мы убрали из школ экзамены. Вот я, как бывший учитель, понимаю, что экзамен в школе – это венец всему. Шли как на праздник. Учителя довольные. Принимали эти экзамены. И я принимал экзамен. Ничего плохого там не было. Тогда 8 экзаменов, по-моему, сдавали в средней школе. Мы начали упрощаться. 2-3 экзамена и дошли до того, что в школах не надо экзамен. Мы сдаем единый экзамен, централизованно. Он и туда, и сюда. Я ночами вот не сплю, начинаю вспоминать, как это было у меня, когда я учился ребенком, как я принимал эти экзамены и прочее. Вот я не нахожу ничего положительного. Может, вы найдете и потом мне скажете, мы еще встретимся для того, чтобы обсудить. Мы убрали самый главный итог работы в школах. Венец этого мы убрали из школ и повезли детей в какие-то сборно-приемные пункты сдавать централизованный экзамен. Само по форме даже как-то не очень. Да, вы говорите, перегружены там будут дети. А я считаю, что дети, сдавая школьные экзамены, тренируются и готовятся сдавать экзамены в вузы более серьезные. Ну и потом, если ты 11 лет, нормально занимался, учился, ты подготовишься и сдашь в школе экзамены. Мы подозревали, что школы там подгоняют как-то оценки, а оказалось, вы сами этот вывод в министерстве сделали, что итоги централизованного экзамена соотносятся и совпадают практически с итогами в школе. Так зачем из школы забирали экзамен? Нам надо определиться, как будем итоги подводить среднего образования в школах, какие вообще будем сдавать экзамены. Все, школьное закончилось, пора, кто-то хочет поступать дальше. Он потренировался в школе сдавать экзамен, он уже готов. Какая тут перегрузка? И пошли. И вот при поступлении в вузы мы должны определиться. Или мы пойдем опять путем централизованного тестирования, когда сидишь там и иногда тычешь пальцем в небо и так далее. Или же мы будем сдавать экзамены путем собеседования, используя ту хорошо зарекомендовавшую систему. Или это будет некий симбиоз, смесь того и другого. Мы должны четко определиться. Это не для этого года, но для следующего года. И потом, у начальников есть привычка подбирать на совещание людей под твое мнение. Министр или вице-премьер считают, что надо централизованное тестирование везде и всюду. Ну и подбирают людей, которые поддержат эту точку зрения. Это неправильно. Должны быть разные точки зрения. И вы, пожалуйста, Игорь Петрович, организуйте эту работу, чтобы и правительство, и министерство занялось этой работой. И выработали разные системы. И пришли мне, предложили для решения. Нам надо окончательно определиться, чтобы это было понятно для родителей, понятно для абитуриентов и общества, чтобы нас понимало. Это важнейший вопрос. Вопрос образования. Без него не может быть страны. Что мне тут объяснять? Поэтому это главный вопрос, который мы должны рассмотреть. Подчеркну, ошибок или, не дай бог, какого-либо злоупотребления здесь быть не должно. Вы мою позицию знаете. Должно быть справедливо. И понятно для людей. Но и не надо бояться того, что если допустили ошибку, надо ее признать. Почему мы прячемся и виляем хвостом перед обществом? Но допустили ошибку, да, допустили, исправили, вовремя поправили, благодаря тем же людям, которые на это отреагировали. Не надо прятаться и чего-то бояться. Еще раз повторяю, мое главное требование – это справедливые отношения. И справедливость, особенно при сдаче экзаменов. Это молодые люди, будущая элита, будущие управленцы страны. Они делают первый решительный, сознательный шаг. И этот шаг должен быть без всяких проблем и подозрений. Поэтому это вот такая встреча. Потом мы, как и по здравоохранению, проведем анализ системы образования. И главным вопросом рассмотрим этот. Но и не забывайте про учебники. Главное в школе, да и не только в школе, это учебники. Все задачи несколько лет тому назад были поставлены. Изучите вместе с комитетом госконтроля, изучите, как решается эта проблема. Ну и меня Игорь Васильевич вообще удивляет. Ты вчерашний министр образования. Тебе было поручение находиться год-два рядом с министром. Вникать в эту систему. И высказывать свою точку зрения и позицию. Пока я не вижу твоей позиции. Поэтому присоединяйся. Ты всю жизнь в образовании. И у тебя есть люди, которые многое могут подсказать и посоветовать. Надо привлекать, аккумулировать их мнение и вносить в предложение тоже. Пожалуйста, Андрей Иванович. Уважаемый товарищ президент. Два экзамена централизованных прошло. Так точно. Централизованные экзамены уже приняты. Приняты. Все. Сейчас или тестирование, или дополнительное еще собеседование. В настоящее время с 1 по 5 числа закончен прием документов на целевую форму подготовки. Планировалось принять на целевую форму подготовки 4,5 тысячи абитуриентов. В этом году у нас принцип важнейший. Наличие конкурса для целевиков. Это важнейший аспект. Как показал прием документов, около тысячи мест из 4,5 перейдет на общий конкурс. Именно по этой причине. Более чем 800 мест это специальности сельскохозяйственного профиля. Все остальные министерства в целом задачу привлечения целевиков выполнили. Но я хочу предупредить по целевикам. Люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы. Туда, откуда их послали. Я там немножко напугал людей, что замуж вышло, еще чего-то. Поэтому мы не принимаем во внимание. Замуж, не замуж, все равно отработать надо. Конечно, мы по-человечески будем подходить. Но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать. Отработать определенное время. И это должно время быть солидным. Не 2-3 года, как вы определили, а минимум 5 лет. А может быть и больше и так далее. Но 5 лет это достаточно для того, чтобы они... Закрепить специалистов на месте и создать необходимые условия. Надо внимание серьезное уделить целевому набору. От этого мы никуда не уйдем. Потому что нам надо и учителя, и врачи, и агрономы, и зоотехники на конкретном месте, в конкретном регионе. И желающих людей поступать в ВУЗы и нести обязательства по целевому назначению, есть они. Их хватает. Поэтому надо поддерживать. Именно такая принципиальная задача ставится. Целевик это должен быть не только мотивированный, но и подготовленный абитуриент. На сегодняшний день фактически 3 основания, которые могут быть для того, чтобы целевик перераспределился. Это состояние здоровья. Это выйти замуж, либо жениться. И если предприятие, которое заказывало целевого себе абитуриента, оно прекратило свое существование. И только по согласованию с местными исполнительными органами власти. Сегодня мы приняли 4700 абитуриентов, которые изъявили желание стать целевиками. С сегодняшнего дня начинается внутренний устный экзамен, товарищ президент. Все вопросы по всем предметам в Министерстве образования были разработаны заблаговременно. В каждую приемную комиссию включен учитель-предметник. Это важнейший аспект, потому что профессор не всегда может понимать уровень школьной программы. Могут быть завышенные требования к абитуриентам, обеспечена аудио-видеофиксация, обеспечены комфортные условия для того, чтобы абитуриенты не ждали по 3, 5, 10 часов по двери, когда им принять устный экзамен. Уже в течение этой недели мы увидим результаты приема устного экзамена и сможем сделать конкретные предложения по дальнейшему совершенствованию этого направления приема абитуриентов. Следующий этап приемной кампании – централизованное тестирование. Мы помним ваше незабываемое требование – справедливость и равные условия для всех. Мы его выполняем. Именно поэтому централизованное тестирование будет проходить в полном соответствии, как и централизованный экзамен, для того, чтобы выпускники и этого года, и предыдущих лет были в абсолютно равных, идентичных условиях. После этого до 4 августа будет зачисление на бюджет, в последующем зачисление на платную форму обучения. В этом году мы планируем принять 52,2 тысячи в целом на учреждения высшего образования. Из них 28,4 тысячи на бюджетные места. Хотел бы подчеркнуть что-то увеличением на 600 мест. Мы подчеркиваем то, что сегодня государство заинтересовано в том, чтобы готовить специалистов, и мы являемся социально ориентированным государством, и мы обеспечим необходимые условия. При этом мы сократили на полторы тысячи платный набор в наши вузы, который в этом году составит 23,5 тысяч. Но при этом мы на тысячу мест, то есть эквивалентно увеличили прием в колледж на бесплатный. И мы говорим, если молодой человек хотел поступить в университет на платное, мы сегодня даем возможность поступить в колледж. После колледжа, пожалуйста, поступай в университет. Также, товарищ президент, выполнено ваше поручение по снижению набора вуза города Минска более чем на 500 мест. Несмотря на то, что в этом году мы на 10% увеличили набор для медицинских специальностей, на 4,5% на педагогические специальности по городу Минску данное поручение выполняется. Полагаем, с целью увеличения прозрачности проведения централизованного экзамена, который является в первую очередь формой итоговой аттестации за курс средней школы. И он позволяет фактически увидеть срез знаний каждого выпускника, вплоть до каждого учреждения образования. И это для нас очень серьезный и важный инструмент управления системой школьного образования. Я хотел бы прямо сказать, для нас этот инструмент четко ответит на три вопроса. Чему учим, как учим и кто учит. Для этого у нас есть все необходимые инструментарии.